В этой программе мы поговорим о последнем времени. Я расскажу о том, что несет в себе Антихрист, какие силы тьмы активизированы в его жизни. Я покажу вам, что будет происходить в мире, в котором мы с вами живем. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равина Шнайдера Шалом, возлюбленные. Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Я говорю «Благословений, я дедим». На иврите это означает «возлюбленные». Мы продолжаем серию «Расшифровка книги Откровения». Сегодня у меня для вас важное послание. Я буду говорить о том, что Писание называет «знаком зверя». Многие из вас слышали этот термин «знак зверя». Очень загадочный термин. Некоторые не знают точно, что это такое. Мы даже видели фильм ужасов о знаке зверя, ассоциирующемся с числом три шестерки. Сегодня я покажу вам, что говорит Слово Божие о знаке зверя и числе. Мы посмотрим, что это может означать и как это повлияет на жизнь человечества. В результате, «возлюбленные», вы еще больше утвердитесь в понимании, что Иисус скоро вернется. Это не просто термин для научно-популярных фильмов. «Возлюбленные» — это термин, который мы будем встречать всюду на планете. И по Божьей благодати сегодня. Я помогу вам это увидеть. Для начала обратимся к тому месту Писания, которое я читал вам на прошлой неделе. Это книга Откровения, 16 стих 13 главы. Послушайте Слово Божие. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Первое, что мы видим, антихрист будет наделен всей властью и силой дьявол. Он заставит человечество принять его знак. Это будет знак на правой руке или на лбу. Читая дальше, мы увидим, что без этого знака человечество не сможет предпринимать никаких действий. Люди не смогут ни покупать, ни продавать. Но давайте продолжим читать это местописание. 13 глава Откровения, 17 стих. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Сейчас я открою книгу Откровения в своей Библии. Этот стих я прочел вам из своего конспекта. А теперь хочу прочесть вам еще один стих, а именно 18-й. Мы посмотрим, что это за число. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Значит, три шестерки. Это число знака зверя. Опять же, хочу напомнить, на чем я сделал акцент на прошлой неделе. Мы можем задуматься, как это будет выглядеть. Возможно ли, что человечество будут принуждать принять какой-то знак? Все, что нужно сделать, это вернуться примерно на 70 лет назад в нацистскую Германию, где 6 миллионов евреев были отчуждены Гитлером. Что предписали делать этим евреям? Носить ярко-желтую иудейскую звезду? Особый знак. Эти евреи были отмечены знаком прообраза антихриста Гитлера. Он был лишь предшественником. Иоанн писал, что в мире уже много антихристов. Гитлер был антихристом, но не тем, о ком говорит Библия. Однако мы видим, что при этом он был своего рода антихристом, принуждавшим отдельных людей носить на себе знак. Теперь давайте пристальнее изучим этот вопрос. Сегодня появилось великое множество технологий. Поскольку мы живем в век информационных технологий, интернета и электроники, можно легко увидеть, что человечество будут идентифицировать не по бумажным документам о рождении, а с помощью чипа или электронного носителя, которые будут вживлять в ребенка при рождении для идентификации его личности. То же самое с покупками и продажами. Кредитная карта будет вне нашего контроля. Не сложно догадаться, что в конечном итоге люди будут иметь внутри себя некое устройство, чтобы избежать путаниц с идентификацией. Это реально, и это уже происходит. Послушайте внимательно. Где будет расположен знак зверя? Я перехожу к новому материалу. Где будет располагаться этот знак? Мы читаем, что знак будет на правой руке либо на челе, то есть на лбу. Знак, который будет принуждать носить антихрист, будет на правой руке или на лбу. Подумайте, вот над чем. Библия много говорит о мыслях человека. Как помните, знак расположен на лбу. А в иудаизме считается, каковы мысли человека, таков и он. Другими словами, как человек мыслит, так он и поступает. Сейчас я покажу вам в Торе, что изначально Бог Отец предназначил для человека, сотворенного по его образу. Его знак, знак Творца, а не знак Антихриста, был предназначен для человечества. Он отмечает нас своим словом, которое нужно поместить над глазами, на лбу. Там же, куда будут помещать знак Антихриста, а также на нашей руке. Сейчас я прочту вам книгу Исход, 13 главу, 16 стих. Здесь Господь говорит еврейскому народу, «И да будет это знаком на руке Твоей». Мы только что читали, в 13 главе Откровения, что знак зверя будут размещать на правой руке. А что говорит Тора? Что человек будет отмечен знаком Бога. Где? На руке. Послушайте Слово Божие еще раз. «И да будет это знаком на руке Твоей и вместо повязки». Я покажу вам, что сказал об этом Иисус в Евангелии от Матфея. «Над глазами Твоими», то есть на лбу, именно там, где Антихрист захочет поставить свой знак. Ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта. Бог отметил еврейский народ Своим словом над глазами, то есть на лбу и на руке. Теперь мы с вами обратимся к книге Второзакония. В шестой главе книги Второзакония мы прочитаем одну из самых известных в иудаизме провозглашений. Эти слова евреи всегда старались произнести перед своей смертью. Они хотели, чтобы это были последние слова, которые прозвучат из их уст. Сначала я спою вам эти слова, а затем переведу. Шестая глава Второзакония, с четвертого по девятый стих. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас поясню, что здесь сказано. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Благословенно имя Его, славного Царства вовеки. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И теперь внимание. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. Затем сказано, и навяжи их». Мы говорили о том, что знак зверя будет ставиться на лоб и на руку, что Господь велит делать еврейскому народу, навязать их, то есть слава Бога, в знак на руку твою, «и да будут они повязкую над глазами твоими». Что традиционно делали евреи? Они делали себе повязки со Словом Божьим. Они называются тфелин. Тфелин — это Слово Божие, записанное в таких коробочках. Я получил эти повязки во время своей бар-митцвы. Внутри такой коробочки записан отрывок истории, рассказывающий о выходе евреев из Египта. Эти повязки размещают на лбу и на руке. Мы повязываем их на лоб, именно так, как об этом говорит Слово. Одну повязку мы размещаем на лбу, второй — оборачиваем свою руку, и что мы видим? Мы видим подмену. Бог дает нам настоящее. Он желает, чтобы Его Слово было в нашем разуме, и чтобы мы исполняли это Слово в своей жизни. Именно это символизирует повязка на руке. А сатана хочет заменить Слово Божие в нашей жизни, вложив в нас свой разум, чтобы мы исполняли Его волю. Именно поэтому Его знак нужно будет ставить там, где Бог предназначил носить Его Слово — на лбу и на руке. Никуда не уходите, дорогие, мы вернемся буквально через минуту. Вернемся к нашей программе. Давайте вместе поразмышляем над этим. У нас есть подлинное Слово Божие, в заповедях которого сказано навязать это Слово на лоб и на руку. В 13 главе Откровения говорится о подмене. Затем эта подмена связывается с числом. Число этой подмены — 6, 6, 6. Я знаю, что вам еще не вполне все понятно, поэтому прочту этот стих еще раз. Это очень важно. Послушайте Слово Божие. Книга Откровения, 13 глава. 16 по 18 стих. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Помните об этом, потому что сейчас последнее время. Итак, Откровение 13, 16. И Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое. Число его — 666. Подумайте над этим. Число зверя — это три шестерки. Многие неверующие также знают, что число зверя — это три шестерки. Я смотрел в кинотеатре такой научно-популярный фильм ужасов. Только представьте, в наше время, в нашем поколении происходит что-то настолько пугающее, неприятное и настолько отличающееся от всего, что мы видели прежде. Прямо на наших глазах воплощается в жизнь угнетающий, страшный сценарий. Лично я уверен, что он напрямую относится к откровению в 13 главе. И знаку зверя — это мое личное убеждение. Сегодня мы с вами наблюдаем демоническую зависимость от технологий и персональных компьютеров. Хочу, чтобы вы меня услышали. Есть компания, которая во многом ответственна за появление персональных компьютеров и их массовое распространение. Свои первые компьютеры она продавала по цене 666 долларов. Подумайте над этим. Сегодня мы наблюдаем в обществе такой феномен. Люди потеряли связь с собою. Давайте вернемся на 100 лет назад. Что делали люди в свободное время? Они сидели у себя дома, на диване или на стуле, или же сидели на свежем воздухе и разговаривали друг с другом. Они читали. Они были намного спокойнее, намного тоньше чувствовали природу, самих себя и Вселенную, сотворенную Богом. А что делает сегодня большинство людей? Они не выпускают из рук свой смартфон. Сходите в ресторан и осмотритесь. Люди сидят друг напротив друга, но треть своего времени они не разговаривают с теми, кто находится рядом. Они пишут кому-то сообщение в смартфоне или что-то смотрят в своем компьютере. Что сегодня делают люди в свободное время? Разве они разговаривают друг с другом? Нет. Вместо этого они держат свой телефон или ноутбук и всецело поглощены им. Внимание человечества переключилось на внешний мир, в цифровую реальность, киберпространство, связь которой поддерживается с помощью девайсов. Этот феномен переключает внимание человечества с того, что естественно, с того, что реально, собственной души, которую Бог сотворил по Своему образу, с внутреннего человека, в котором живет Христос, на внешний мир, в сторону от Бога и всего естественного и настоящего. Теперь люди зависимы от цифровой реальности и постоянно привязаны к ней посредством персонального компьютера, первый из которых, сейчас я говорю о производителе, который первым вышел на рынок с предложением доступного для массового потребителя персонального компьютера, продавался по цене 666 долларов. Я уверен, что дьявол использует персональные компьютеры. Я совсем не считаю, что отдельные люди или компания, которая первой стала продавать персональные компьютеры по 666 долларов, считали, что это знак зверя или знали о нем. Я лишь говорю, что закулисная стратегия дьявола заключается в том, чтобы овладеть сердцами и разумом людей через персональный компьютер. Сегодня даже трехлетний ребенок уже сидит за персональным компьютером, если он по ошибке нажмет что-то не то, этому трех, пяти или семилетнему ребенку открывается весь мир интернет-порнографии и всевозможных извращений, какие только можно себе представить. Происходит следующее. Человечество теряет связь со всем настоящим, подлинным, ориентированным на Бога и вместо этого попадает в рабство к силам тьмы. Человек не только попадает в этот мир тьмы с помощью компьютера. Сатана, увлекающий туда людей, стоя за кулисами всего этого действия, идет дальше и перепрограммирует разум человека посредством компьютера. Посмотрите, насколько быстро сегодня многое меняется. Почему это происходит так быстро? Почему так быстро меняются правила морали и отношения? Общество и цивилизации меняются очень быстро. А все потому, что мы живем в век информации, получаемый с помощью компьютеров. Сегодня дьявол посредством компьютера внушает людям, как им нужно думать, чтобы человечество уже не программировалось Словом Божьим, навязанным на лоб или на руку. Вместо этого человечество программируется разумом дьявола посредством искусственного интеллекта, который проникает в психику человека, поглощенного компьютером. Да, я могу понять и понимаю, что персональные компьютеры могут быть большим благословением. Мы можем получать доступ к информации и технологиям, которые могут принести большую пользу в различных сферах жизни. Я не утверждаю, что персональные компьютеры — это плохо. Я лишь утверждаю, что дьявол использует их для своих целей неспроста. Первые персональные компьютеры из числа тех, что стали доступны массовому покупателю, продавались по 666 долларов. Я уверен, что Бог говорит нам, тот, кто имеет понимание, поймет. Я верю, что персональные компьютеры — это часть стратегии дьявола для последнего времени, чтобы увлечь человека и довести его до разрушения. Всегда помните, что это вы, владелец своего компьютера и смартфона, и не позволяете этим устройствам овладевать вами. Не кладите их возле уха каждую ночь. Не проводите с ними впустую долгие часы. Бог сказал, «Сегриду скоро». Приготовьтесь, я приду за вами. Знаете, Иисус любит вас и скоро придет за вами. Он дал нам свое слово, потому что любит нас и хочет, чтобы мы были готовы. Я тоже люблю вас. Я, Равин Шнайдер, до новых встреч. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо вам! Я видел значимое свидетельство того, что Бог особенным образом использует травина, и знаки это подтверждают. С одним мальчиком произошло что-то невероятное. Исцеление от его болезней было видно даже по его глазам. Также один наш брат, страдавший от боли в ногах, мог свободно наклоняться и прыгать с пастор Педро из Кубы. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в его построении царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да, озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да, обратит Господь к вам лицо свое, и додарует вам свой мир. Свой совершенный шалом. Субтитры 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 Да, благословит вас Господь и сохранит вас. Да, озарит вас Господь светом лица своего, и будет милостив к вам, да, обратит Господь к вам лицо свое, и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца, Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. В следующей программе мы изучим слова Иоанна о том, что сейчас в мире уже много антихристов. Несмотря на то, что будет только один главный антихрист, я покажу вам, дорогие, что дух антихриста уже действует в жизни многих сегодня. много Многие из вас пережили прикосновение Святого Духа, пока Равин Шнайдер проповедовал Слово Божье. Я хочу сказать вам, что мы женаты уже более 30 лет, и за все эти годы я видела суверенную руку Божью на моем муже. Много лет назад он получил видение, в котором Дух Божий прошел через Него со словами «Я слуга». И вот уже многие годы я наблюдаю за тем, как Дух Божий использует его как свой сосуд, чтобы говорить через него и призывать людей со всего мира к Богу. Если во время проповеди Равина Шнайдера вы тоже пережили прикосновение Святого Духа, то вы тоже стали свидетелями того, что Равин является Божьим слугой, слугой Святого Духа. Мы с Равином хотим пробежать этот забег до самого конца ради Его Царства и Его славы. Друзья, время уже на исходе и Слово Божье должно распространяться быстро. Если вы будете партнером этого служения, то тем самым вы будете помогать нам нести Слово Божье по всему миру и оснащать святых на дело служения, пока не придет Иисус. Спасибо за вашу материальную и молитвенную поддержку этого служения, чтобы мы могли влиять на мир ради славы Иешуа. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа, а сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность, возможность давать. Иисус сказал блажение, давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и миссианской музыкой от Джошуа Джеймса заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга откровения расшифрована от Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровение расшифрованное». Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.